Когда мы берем эту игрушку, мы не мешаем собаке, и собака не мешает нам, когда мы играем с собакой. Есть ручки для нас? Есть? Конечно. Вот наподобие такой. У нас такая плама уже погрыз. У нас есть такой бублик красный, он сильно любит с ним играть. Ему говоришь, Лекса, ну-ка принести красный бублик. И где бы он ни лежал на территории, он его несет, он понимает нас. Смотрите, старайтесь игрушки собаке не оставлять. Сейчас я вас обучаю правилам игры, и мы должны сначала сами понимать эти правила игры, и потом эти правила прививать уже собаке. Какие есть правила игры? Игру начинает человек, а не собака. Игру заканчивает человек, а не собака. Чтобы происходили игры по правилам, нам нужно самим знать и учить этому собаку. Дальше. Не нужно игрушки оставлять, это тоже правило. Конечно. Вы оставили, допустим, игрушку собаке, собака ее отгрызла где-то, попортила, и вам приходится либо починить, либо поехать другую покупать. Так и делаем. Вот. Допустим, если игрушка резиновая или пластмассовая какая-то, твердая резина, собака может увлечься игрой, отгрызть кусок, проглотить. И это может, мало того, что собака может подавиться, а если вдруг еще проглотит, это естественным путем может не выйти и придется к хирургу ее. Поэтому игры должны быть только с вами, с человеком. И здесь вы еще сохраняете ценность игры именно с вами. Если вы игрушку оставляете собаке и собака с ней играет без вас, то вы всю ценность игры с вами растеряли изо дня в день. Вы будете собаке предлагать игру и в дальнейшем собака с вами уже не играет. И даже слышал такое мнение, люди говорят, что собака повзрослела и поэтому она уже не играет. Примеряя человеческие понятия в отношении собак. Если вы с собакой будете играть и будете заканчивать игру обязательно, пока собака еще не устала и будете эту игрушку убирать, в следующий раз, когда вы возьмете игрушку, собака с активным желанием, с огоньком в глазах снова будет с вами играть. Собака может играть даже лет восемь, понимаете, с вами, если вы изо дня в день сохраняете ценность игры с вами. Игра для собаки должна быть как охота. Собака это охотник, а игрушка это добыча. Добыча в естественной природе от хищника убегает. Хищник добычу догоняет. Добыча может устать и передохнуть, остановиться. Добыча может неожиданно перед носом ускользнуть. Если игра для собаки как охота, и мы делаем игру такую, что для собаки это интересно, а в первую очередь мы даже должны собаку завлечь в игру, показав, что нам нравится этот процесс. Изначально мы начинаем собаку дразнить и показывать, смотри, что у меня есть. Мне это нравится. Если хочешь, айда, присоединяйся. Если собаке не очень интересно, то наша задача собаку заинтересовать. Есть различные способы. Намазать игрушку, допустим, колбасой или придать ей запах какого-нибудь мяса. Если собака перехватывает и ищет. Если, допустим, мы видим, что для собаки, даже для овчарки, эта игрушка объемная и собака выбирает, где поменьше, где ручки, то мы уже можем сразу анализировать и понимать, что эту игрушку нужно поменять на более тоненькую. И потом в дальнейшем даже уже прийти к этой через некоторое время. Но мы сразу же наблюдаем и смотрим, нравится собаке игрушка или нет. Здесь еще, смотрите, такой момент. Даже подготовка собаки к защите, к тренировкам по защите, это в любом случае наработка базы в игре. Если видим, что собака пережевывает игрушку, жует, выплевывает ее, то обязательно эта добыча ускользает у собаки, если вдруг собака ее не ценит. Берет, жует, отпускает, бросает на землю. Только хотя бы раз собака выплюнет ее и игрушка тут же убегает. Чтобы собака понимала, если будет жевать, если он будет ее выплевывать, то она может убежать. И в следующий раз у него будет разочарование. Хотя бы раз он так попробует, он ее выплюнет и собака сразу же будет понимать, что если сейчас я ее выплюну, она снова убежит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok